Здравствуйте друзья с вами Феликс и сегодня начинаю снимать ролики по возвратам их будет несколько потому что сам процесс из нескольких этапов и будем вместе с вами смотреть как все это делается но перед тем как именно начать про показывать что и как делать хочу показать вам вот такой вот блок у многих просто сложилось такое впечатление что покупатель прямо зверствует делает все что хочет и amazon только потакает это далеко не так это совсем совсем не так вот в этой вот статье 24 мая 5 дней назад описывается ситуация один блогер описывает свою ситуацию он уже вот пять лет торгует то есть покупает не торгует а покупает на амазоне где-то около 1000 1200 долларов в месяц это его расходы там и дальше пишет что в течение последних двух месяцев он вернул по пару тройку товаров каждый месяц то есть где-то 6 от 4 до 6 возвратов за два месяца и получил предупреждение от amazon что ну типа нельзя так делать мы приостановим ваш аккаунт покупателя после после этого вот он там с ними связался мол все такое постарался сгладить ситуацию повторяю это где-то 23 возврата в месяц у него было при таких расходах и через несколько дней его жена сделала возврат велосипеда который стоил около 100 долларов и им обоим amazon прикрыл аккаунт то есть у них были незавершенные ордера и все такое amazon просто их забанил забанил покупателей и вот ну если кого интересует я могу там потом скинуть им ссылочку на этот блог ну их много просто надо читать вот например один другой комментарий я пишет человек трачу где-то около 30 тысяч в год на амазоне и все равно был забанен так что это ошибочно считать что оба amazon требует только с нас amazon требует и приличного поведения покупателей ну как бы то ни было в любом случае мы как продавцы вынуждены время от времени принимать возврат самый такой нелепый случай нелепая такое причина такая это мне больше не нужно вот у меня возврат сам процесс начинается именно с того что мы получаем на почту вот такое вот уведомление был он ну покупатель по разным причинам может отказаться в том числе и без причины вот это и есть без причины это вполне приемлемо на амазоне и вообще в торговле не понравилась вещь возвращают в магазин и алгоритм действий в принципе расписан уже в самом письме у нас есть три варианта как продавцов авторизовать возврат вот пункт первый второе закрыть возврат то есть отказаться возвращать и третий пункт выйти на контакт с покупателем чтобы постараться уладить данный вопрос на все про все у нас двое суток рабочих то есть за двое суток мы должны как-то отреагировать и случае если с нашей стороны нет никаких реакций покупатель имеет право пожаловаться на вас амазон ну и впоследствии амазон уже принимает свои меры из всех этих трех пунктов естественно первый пункт он как бы самый последний то есть вы решили вернуть деньги ну это это же надо получить вещь обратно и и после этого только возвращать деньги то есть авторизация возврата происходит в самом конце закрыть требования к возврату этого не надо делать абсолютно никогда единственный такой ну как пример могу привести ну может быть такое что вот покупатель да действительно он отказан ну больше не хочет назад свои деньги и просит вас самому закрыть это требование возврата то есть это письмо от него должно быть письменное обращение к вам что вы сами это сделали только после этого уже мы сами можем закрывать этот возврат что в случае чего иметь оправдание перед амазон самостоятельно без всякого без всякой причине вот закрывать возврат нельзя ну и третье это как уже сказал это выйти на контакт с покупателем и постараться уладить вопрос в своем аккаунте мы это требование видим вот здесь в виде письма и вот здесь запрос возврата кликаем по этому в этой вкладке и попадаем на саму страницу обработки требования на возврат перед тем как начать это надо обдумать что вы хотите сделать ну принципе самое такое самое подходящее это сконтактировать с покупателем что вы ему хотите предложить допустим если у него вещь там поломана или что ну все зависит от конкретной ситуации от конкретной причины по которой делается возврат и исходя из этого подготовить какой-нибудь текст если вы мы вот как дропшиперы нам нужно нужно время естественно там чтоб связаться со своим уже продавцом например на ebay и попросить у него этот лейбл возвратный и так далее так далее просто самое такое самое приемлемое это написать письмо соответствующим текстом своему покупателю на амазоне и отсюда уже увидит amazon что вы начали процесс начали действия начали что-то предпринимать для того чтобы уладить этот спор в моем конкретном случае я просто вот составил такой небольшой текст в нем говорится что мол я могу может предложить вам небольшую скидку и закрыть эту проблему если нет дайте мне знать чтобы я выслал вам именно возвратную эту этикетку вот эту наклейку с адресом и прочим то есть я со своей стороны на начинаю процесс даже не дожидаясь вот этих двух суток оно и не надо в принципе двух рабочих дней еще раз подчеркиваю все отчеты все вот эти вот сроки они считаются по рабочим дням ну и я так притормозил чтобы ролик снять значит делаем что мы делаем вот кликаем вот по этой вот вкладочки и попадаем на страницу менеджери тоже то есть создание возврата то есть начало возврата вот от той кнопки о которой я говорю вот эта желтая кнопка и и не нажимаем то есть переходим по ней и продолжаем действие в самом конце в самом конце пишем вот через эту кнопочку то есть мы начинаем этот процесс вот через эту кнопку дубль письма уйдет то есть amazon он увидит что у вас есть реакция и минусом это на аккаунт не ложится вы в установленный срок вышли на контакт с покупателем и предложили ему то что предложили и по завершении всех этих ваших передряг скажем так уже авторизуется сам возврат через желтую кнопку это вот в письме чтоб вы еще раз увидели вот это вот первый пункт он делается в последнюю очередь в последнюю очередь и так кликаем вот на контакт buyer и вот здесь вставляем заранее приготовленный текст вставить как обычный текст все больше от нас на данном этапе ничего не требуется вот ничего не требуется здесь выбрать ну тему о которой идет речь ну о возврате ну так выберем выберем о возврате и отправим письмо что-то ваше письмо будет отправлено значит моему покупателю через несколько минут если вы хотите что-нибудь изменить или добавить вернитесь в раздел менеджмента то есть изменить то есть нам еще дается некоторое время для того чтобы мы окончательно обдумали согласны мы там с нашим действием или нет вот это скорее всего пришло пришло пришла копия на почту о том что да вот копия мне пришла на почту об этой об этом действии так что никуда ничего не возвращаемся переходим в свой кабинет видим что вот здесь было письмо я с самого начала не дал не обратил ваше внимание то есть ответ тоже у меня уже зачтен что я ответил своему покупателю сам возврат само требование еще остается но то что я вовремя связался и вовремя ответил своему покупателю мне зачтено не зачтено и так еще раз повторю для того чтобы отреагировать нам нужно нам дается на это сорок восемь часов рабочих в течение последующего то есть после двух суток от трех до пяти рабочих дней в течение этого срока мы должны выслать возвратный ярлык своему покупателю если ничего другого ни о чем другом мы с ним не мог не смогли договориться вот шаг один можно сказать так тема возврата будет из нескольких роликов зависимости от того сколько будет у нас переписок с данным покупателем их может и вообще не быть даже и допустим вот если через два дня он не реагирует никаким образом я начинаю вот это уже возвратную процедуру о которой тоже будет снят ролик то есть не успокаиваемся на том что вот мы отправили ему письмо от него нет реакции ну и пусть сидит ждет такого делать нельзя итак на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс